так всем привет это у нас котел биттерм кобра силикок джар но здесь еще ничего не обустроено будем делать первый запуск покажу как это делается сначала в этот бункер мы засыпаем уголь фракции эко-горош 525 миллиметров включаем питание автоматика у нас touch st 480 speed так включаем питание прогружаем нажимаем вот эту кнопку заходим в меню вот написано вид экрана опускаем по часовой стрелке до ручной работы ручная работа нажимаем здесь можно выбрать ручную работу питателя вентилятора сила надува например там любых насосов чтобы их испытать насос со насос горячего водоснабжения насос рециркуляционный насос было написано нам нужно выбрать питатель так нажимаем питатель вот питатель включен сейчас какое-то время но это будет не быстро скажем где-то минуты четыре или пять наверное ждем когда вот здесь внутри на горелке появится уголь но я уже предварительно его подал вот уже горелка почти полная теперь выключаем этот питатель уголь мы подали начнем сейчас его разжигать после того как разожгем немножко пламя разожгется запустим в ручном режиме вот это вот надув вентилятор питатель включать не будем включить только вентилятор пламя раздует потом включим его автоматический режим так укладываем аккуратненько дрова вот таким макаром при помощи небольшого паяльника начинаем разжигать то что немножко дым выходит из двери это не страшно потому что тяга у нас сейчас в дымоходе она нулевая так немного разожгли теперь включаем вентилятор в том же самом ручном режиме ставим на наддув и включаем его проверяем силу наддува опускаем движок вниз включаем 35 35 процентов так процесс вроде пошел теперь закрываем дверь и дожидаемся пока разгорится так топливо у нас разгорелась более-менее теперь выключаем ручной режим и включаем автоматически не а вот он уже у нас автоматическом режиме находится так чтобы выбрать параметры нам требуется включить основное меню вид экрана доходим до меню монтажника так 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 выбор пит написано вот здесь нажимаем делаем выключено так пит режим выключаем выбрать так все пит режим выключаем теперь выбираем параметры работы то же самое так заходим берем время подачи вот время подачи так я поставил 15 секунд время подачи если требуется изменить можно сделать больше можно сделать меньше так же оставляем 15 делаем выход вот время подачи мы сделали 15 время перерыв подачи называется перерыв подачи у нас 60 секунд так пусть и остается выход сила наддува 60 процентов вот так его и оставляем то есть получается что каждые 60 секунд он подает топливо на 15 секунд сила наддува у нас составляет 60 вот здесь написано что 60 температура сейчас у нас на котле 12 заданная у нас 70 ну можно поставить меньше там 60 вот сейчас редуктор шнек у нас заработал все если уголь у нас наваливается нужно подачу угля уменьшить если не хватает его увеличить так же как и вентилятор если все топливо сгорает быстро значит вентилятор надо сделать меньше если медленно горит и черные угли сцепаются уже не сгоревшие в зольник значит мощность вентилятора надо уменьшить теперь проверим работу самой горелки так топливо у нас вроде подает сейчас нормально ну не знаю плохо видно конечно если чересчур наваливает надо будет убавить либо уголь либо вентилятор вот сейчас судя по всему топлива не хватает потому что она слишком быстро выгорает может образоваться такая вот ямка лунка и горелка постепенно может погаснуть поэтому я буду по чуть-чуть добавлять подачу вентилятора не вентилятора подачу самой горелки так же вот как описывал в меню захожу в меню так время подачи время подачи у нас было 15 секунд буду добавлять поднемножку поставлю 16 подтвердить все можно выходить вот теперь он каждые 60 секунд будет подавать на 16 секунд топлива хотел снять время не время температуру включения насоса сейчас у нас температура 26 заходим в меню до меню установщика идем так это у нас меню монтажника монтажника здесь называется нажимаем и проверяем работу так пролетел кажись температура включения насосов написано вот нажимаем 35 градусов как только температура на котле достигнет 35 градусов у нас циркуляционный насос вот он вот здесь установлен он включится все этот параметр мы можем оставить как есть подтвердить выйти то есть выходим из основного меню сейчас у нас температура 29 значит скоро насос включится когда насос включится вот здесь у нас сигнализирует работу вентилятора это сигнализирует работу шнека вот здесь будет сигнализировать работу насоса так температура на котле у нас 37 градусов вот сигнализация того что насос работает проверяем проверяем подачу топлива ну вот на камеру не видно а на глаз видно подачи топлива явно недостаточно топливо выгорает слишком быстро она должна была быть немножко с горкой а здесь сейчас топливо у нас внутри горелки уменьшается и уменьшается я поставил 16 секунд буду добавлять делаем то же самое время подачи ставим 17 секунд запомнить вот основное меню температура на котле уже 39 это у нас отдельный комнатный термостат здесь как бы в доме еще отделки нету так вот еще отделки нету говорят здесь обои будут поэтому мы не стали вешать я пока положил вот сюда на гипсокартон говорю на вот этом уровне пусть мерить температуру итак температура у нас получается что существующая в доме 7,3 а греть будет до 21,5 как только вот здесь вот вместо 7,3 будет 21,5 у нас циркуляционный насос выключится циркуляция в батареях замедлится и котел будет дожидаться команды с комнатного термостата пока температура не понизится и пока снова насос не включится вот по такому алгоритму он работает термостат тоже ТЭЧ его родной СТ-296 называется также он является пультом сейчас у нас температура на котле сейчас показывает 33 установленная 60 показывает что насос работает это у нас время 16-28 в режиме работы термостата вот это у нас здесь моргает буква П это означает что комнатная температура у нас не достигла заданной как только она достигнет вот это П погаснет чтобы автоматов выключит сиркуляционный насос message переключ government может выключит не только циркуляционный насос но и понизит температуру скажем 60 после достижения температуры до 50 И будет ждать следующего включения от комнатного термостата. При следующем включении он снова температуру поднимет до 60 и снова запустит циркуляционный насос. Сейчас у нас температура падает на котле, потому что дом холодный, радиаторы быстро оскудили нашу воду. Насос сейчас у нас циркуляционный не работает, как я сказал, до достижения 35 градусов. Это у нас очередная проверка работы горелки. Топлива у нас по-прежнему не хватает. Слишком мало подает, быстро выгорает. Я буду добавлять подачу в секундах. Алгоритм уже неоднократно я показывал. Заходим до время подачи, нажимаем, ставим 18 секунд. И вот так вот в течение часа или двух нужно будет постоянно корректировать работу горелки. Хотелось снять отдельный вид топлива. Это у нас шавуркуль, фракция эко-горошек. Ну вот, где-то вот такая у нас фракция, наверное, вся небольшая. Пыли практически нету, я смотрю. То есть идеальное топливо. Так, по прошествии какого-то времени хочу проверить подачу топлива. Так, его явно недостаточно. Маловато. Подача сейчас у нас идет 20 секунд. Время ожидания 60 секунд. Подача вентилятора 60%. Буду добавлять еще подачу угля. Так, вот так можно проверить подачу угля. Уголь должен доходить до вот этих краев самой горелки. Вот видите горелку. Уголь горит в середине, его маловато. Чуть-чуть надо будет добавить подачу угля. Так, теперь сниму видео, как перейти в работу ПИД. Режим работы ПИД называется. Нажимаем. Доходим до меню монтажника. Вот он. Меню монтажника. Нажимаем. Делаем выбор ПИД. Сейчас он выключен. Делаем включено. Вот он. Все. ПИД режим включился. Он автоматически будет подбирать мощность вентилятора. Подачу угля. Но единственное, нужно будет делать корректировки. Теперь заходим сюда, если есть у кого датчик хола. Так. Так, здесь нету. Значит, меню сервисное. Меню сервисное. Код. 50. 1. 60. 2. Так, заходим. Холотрон удар. Выключен. Делаем включить. Это, повторюсь, у тех, у кого есть датчик холотроновый. Это у нас означает датчик оборотов. Вот здесь показывает букву H. Вот она. Значит, датчик холотроновый включен. Теперь показываю коэффициенты. Как менять коэффициенты. Заходим в меню монтажника. Коэффициент вентилятора показывает минус 17. То есть это у нас вентилятор. Или больше, или меньше делается. Здесь вентилятор не в процентах идет, а больше, или меньше. И коэффициент мощности 25%. Ну, пока пустак постоит, потом откорректируем. Вот сейчас у нас вентилятор на 31% работает. Так, теперь показываю, как настроить мощность самого вентилятора. Заходим в меню сервисное. Также 51. 62. Так, выбор вентилятора. Грануляция топлива, освещение. Так, доходим до наддув. Код показывает наддув. Чтобы зайти в наддув, вводим код 5163. Так, минимальные обороты вентилятора. Не обороты, а минимальная мощность вентилятора. Показано 1. Я оставляю. Максимальные вентиляторы. То есть 90%. Можно поставить все 100. То есть, если мы в основном меню ставим 100%, или показывает он 100%, то он не может превысить 90%. Или, соответственно, там, например, если поставили 79%, то у него в основном меню, когда будет показывать 100%, это будет всего 79%. Это зависит от того, насколько вы зададите максимальную мощность вентилятора. Вот 90%. Пусть остается 90%. Так. Минимальные обороты вентилятора. 300. Это уже работает он не по мощности, а по оборотам. 300. Максимальная скорость. Ну, здесь стоит вентилятор ВПА-140HL с датчиком Холла. У него максимальные обороты 1400. Ну, я здесь поставил, в принципе, 2000. То есть, он, в принципе, будет доходить... Если 1400 стоит у нас на вентиляторе, заводские обороты вентилятора у нас 1400. Здесь вы ставьте хоть 2000, вот здесь показано 10 тысяч, хоть 10 тысяч, он все равно не может превысить эти 1400. Время отклика грубые, время точность ответа, коэффициент пропорциональности, все здесь находится на заводских настройках, я ничего не меняю. Импульсы роста вот всем, это я ничего не меняю, пусть так и остается. Все. Значит, максимальные обороты у нас 90%, минимальные 1%. Так, в сами обороты 300 оборотов в минуту у нас минималка, и 2000 я поставил максималку. Здесь нужно смотреть на вентиляторах. Например, есть вентиляторы, у которых максимальные обороты, например, 2800. 2800, значит, можете поставить 2800. Или 2500, значит, он не будет вращаться больше, чем 2500, даже если у него есть максимальные обороты 2800. Это зависит от того, какая мощность вентилятора требуется, так и, соответственно, оно настраивается. Так, всем привет! Это у нас котел Кобра, 40-киловаттный, автоматический угольный, с бункером, увеличенным на 400 килограмм. Так, это у нас расширитель. Здесь есть у нас накладки из нержавейки, хромовые. Автоматика у нас польская. Так, называется она ТЭХ, СТ-480 СПИД. ПИД – это ПИД-режим, автоматическая подача топлива. То есть он самостоятельно настраивает мощность котла под теплопотери. Где надо, меньше подает угля и вентилятора воздуха, то есть где надо, больше подает. Здесь у нас заслонка есть, я ее немножко прикрыл. Установленная температура у нас сейчас 80, заданная 55. Дом холодный, где-то 9 градусов, наверное, в доме только. Так, вот у нас работа горелки. Горелка у нас польская панцерпол, 50-киловаттная. Вот, приближаем максимально. Работает нормально, горит отлично. Снимем отдельно, как у нас выглядит уголь. Здесь немножко все покрылось пылью. Так. Уголь у нас шабуркуль, фракция эко-горошек. 5,25 мм. Он у нас почти полный сейчас. Так. Это у нас такая специальная лестница была сделана, для того, чтобы можно было залазить и смотреть температуру на котле, также загружать уголь в бункер. Здесь у нас вот такая красивая защита из нержавейки сделана. Ну, вот здесь вот монтажники ставили, коллектор, какой-то распределитель. Это у нас насос. Ну, потом все это аккуратно провода, все это соединят, как-то ложат, помоют, почистят. Дверь поставят вот сюда. Здесь еще отделка еще не была сделана, так что вот такой у нас котел и такая у нас вот котельная. не хватает фокуса. Вот так вот он у нас работает. Ну, горит. Горит отлично.